Пытание про одного суседа Беларуси попросило задать украинская редакция «Радио Свобода». Украина не подтримала Лукашенко. Як вы прокомментуете позицию Киева в беларуском кризисе? Вы знаете, мы очень рады, что Украина заняла очень сильную позицию в отношении Беларуси, особенно министр иностранных дел Кулеба. И они готовы поддержать санкции, которые... Возможно, это будет свой список, возможно, они поддержат санкции, которые уже ввел Евросоюз. Поэтому это очень явный знак поддержки беларуских людей в нашей борьбе. Какое значение вы, ваша команда, координационная рада надаете Украине? И какими, на вашу думку, могут быть стосунки Украины и Беларуси? Ну, мы, конечно, хотели бы и дальше выстраивать партнерские взаимовыгодные отношения с Украиной. Они же близки нам исторически, культурно. Меня часто на Западе спрашивают, а русские понимают беларускую мову? Вот когда вы начинаете говорить. Нет, не понимают. Но украинцы нас поймут на пневме. Мы украинские понимаем, а не нас. То есть языки у нас немножко ближе. То есть мы хотели бы, да, эти отношения сохранить и дальше развивать. И более того, мы планируем в ближайшее время, надеюсь, что все получится, поездку в Киев. Ну, конечно, после местных выборов уже. А тебя же всего, Беларусью, будучи не сябром европейских связу? Это коллеги украинцы пытаются. Я думаю, беларусам это цикало. Я думаю, что беларусы сами решат, в какую сторону они хотели бы двигаться. И нужно ли двигаться либо туда, либо туда. Понимаете, можно выбрать свой путь, когда ты дрожишь со всеми, и у тебя могут быть экономические и политические связи как с одной стороны, так и с другой. И нет нужды выбирать туда или сюда.